В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. В Самаре задержан виновник ДТП, в результате которого погиб трехлетний мальчик, а его шестилетняя сестра и бабушка с тяжелыми травмами находятся в больнице. ЧП произошло в районе боевого переулка в советском районе Самары. Бабушка с внуками переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости их сбил автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся. К поиску виновного подключилась вся Самара. В социальных сетях водители делились записями с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения. В итоге сотрудникам ГИБДД удалось вычислить машину предполагаемого виновника ДТП. Ладу Калину темного цвета с характерными повреждениями нашли на платной парковке на заводском шоссе. Ее владелец 36-летний Валерий Евсеев. По месту регистрации найти его не удалось, но через трое суток он сам пришел в полицию с повинной. возбуждено уголовное дело. По решению суда до выяснения всех обстоятельств Евсееву предстоит провести 14 дней в изоляторе временного содержания. Сызранский Тайсон Виталий Кондратенко снова задержан по подозрению в нападении на пенсионера. По версии следствия, еще в 2013 году он избил своего соседа, но тогда на это почему-то никто не обратил внимания. Само прозвище Сызранский Тайсон Виталий Кондратенко получил после того, как он ударил пенсионерку в одном из супермаркетов. Женщина получила травму головы. Момент преступления был снят на камеру видеонаблюдения. За это Кондратенко приговорили к 14 месяцам ограничения свободы и штрафу в 118 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Сейчас уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Екатерина Пузикова убила мужа, так как хотела уйти от него к другому. Такие доводы в качестве доказательств вины осужденной на семь лет женщины привел адвокат семьи потерпевших. Кроме того, мать убитого Дмитрия Пузикова считает приговор вынесенной невестке слишком мягким. Та, в свою очередь, в апелляционном суде пытается доказать свою невиновность. Напомним, банкир был отравлен и скончался от смертельной дозы талии, которую якобы добавили в картофельное пюре. По словам адвоката Екатерины Пузиковой, следов яда на тарелке, из которой ел Пузиков, не обнаружили. А на момент поступления в больницу содержание талии в организме Пузикова было ниже, чем в день смерти. Доступ в отделение, где он лечился, был ограничен. По словам защитницы, подсыпать смертельную дозу могла не только ныне осужденная Екатерина Пузикова. На защите Олега Иванца не удалось обжаловать решение суда о заключении блогера под стражу. Его вместе с другими авторами живого журнала Дмитрием Бегуном и Натальей Умяровой задержали в конце октября. Блогеров обвиняют в вымогательстве более 1 миллиона рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Как полагает следствие, за эту сумму задержанные обещали удалить из интернета компрометирующую его информацию. Наталья Умярова и Дмитрий Бегун свою вину признали. Олег Иванец утверждает, что не имеет отношения к вымогательствам. Вплоть до пожизненного лишения свободы может грозить организатору преступной группы, члены которой на протяжении нескольких месяцев торговали наркотиками в Похвестнево и на территории Оренбургской области. Злоумышленников задержали с поличным, когда очередная партия опасного зелья готовилась к сбыту. Подробности в нашем сюжете. Стучать в дверь оперативники не стали войти. Решили в окно, через которое задержанный и передавал героин покупателям. Преступная деятельность продолжалась несколько месяцев после очередного освобождения главаря ОПГ из мест лишения свободы. Он привозил в город Похвестнево наркотическое средство героин весом по 150-200 грамм, расфасовывал этот наркотик на меньшие партии по 0,5-1 грамму и в дальнейшем уже забывал через своих доверенных лиц и самостоятельно. Всего оперативники задержали четверых сбытчиков. Среди них оказалась и жена 47-летнего организатора преступной группы. Отпираться супружеская чета наркоторговцев не стала. В квартире наркополицейские обнаружили 36 свертков с героином общей массой более 160 граммов, а также деньги, добытые предположительно преступным путем. Сейчас участники ОПГ дожидаются суда. Уголовное дело возбудили по статье покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. 15 человек, гости и персонал одного из самарских ночных клубов могли находиться под действием наркотиков. Такие предварительные выводы сделали наркополицейские после очередной проверки заведения в советском районе города. С начала года силовики провели рейды почти в 200 развлекательных заведениях. В итоге возбуждено 6 уголовных дел за хранение наркотиков. 12 человек привлекли к административной ответственности за их употребление. Им грозит штраф в 5000 рублей. Как и 32-летней девушке-диджею клуба, которая в момент проверки предположительно находилась под действием амфетамина. В Красноярском районном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве студентки Анны Бондаревой. На скамье подсудимых знакомой девушки Владислав Роговик. На очередном заседании допрашивали свидетелей, в том числе и тех, кто присутствовал на роковой вечеринке, которая закончилась смертью девушки. Друг детства подсудимого признался, что до последнего не верил, что Роговик мог убить. Они вместе искали пропавшую студентку. Озвучены были на суде и результаты медэкспертизы, которая так и не смогла до конца установить причину смерти. Если бы подсудимый не признался, что задушил Анну Бондареву, доказать асфиксию было бы крайне сложно. Впрочем, несмотря на этот шаг Роговика, родные погибшие говорят, что ее убийца заслуживает самого сурового наказания. Если бы они знали о истинном характере взаимоотношений молодых людей, они смогли бы предотвратить трагедию. Ничего она не рассказывала. Но когда поняла, что мы против него, она уже ничего перестала рассказывать. Ну, как любила, говорит. Если бы она нам сказала бы, конечно бы, не было бы такого конца. Это по-любому. Если он на актера хотел поступить в Москве, то есть, ну, психологически даже где-то как гипнотизер. Он умеет втереться в доверие. Вот. И получалось так, что даже вот когда они смотрели переписку. Просто когда читали, Аня сам собиралась все уже. Каждую неделю она с ним собиралась прервать отношения. И потом опять. Опять. Значит, все нормально. Опять она с ним. Он ее сначала то погладит, то ее начинает швырять. Следователи выясняют обстоятельства гибели бывшего начальника госавтоинспекции Новокуйбышевска. Юрий Крамаренко был обнаружен застреленным в собственной квартире. Следователи не исключают версию самоубийства. Крамаренко возглавлял отдел с 2005 по 2008 годы. В последнее время занимался бизнесом. На месте происшествия было обнаружено охотничье ружье, принадлежавшее погибшему. Были опрошены родственники, в принципе, которые указывают, что оснований для совершения суицида, ну, во всяком случае, мужчина не высказывал. Какие-либо предсмертные записки, предсмертные там какие-то надписи он не оставил. По данному факту началась следственная проверка следственным отделом по городу Новокуйбышевска. Получил судимость на старости лет. К двум годам условно суд промышленного района приговорил 69-летнего пенсионера Владимира Шабалова. Бывшего слесаря завода имени Масленникова обвиняют в незаконной переделке оружия. Об услуге мужчину попросил его коллега, который решил сделать из газового пистолета огнестрельное оружие. Боевым оно стало в домашних условиях. Сообщники работали на станках прямо в квартире. Как выяснилось, на преступление пенсионер пошел ради тысячи рублей. Именно во столько была оценена его работа. На заседании суда подсудимый явился сурдопереводчиком. Он инвалид третьей группы. Свою явину он полностью признал. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.